Долг платежом красен. Как добиться регулярных расчетов за поставленные энергетические ресурсы сегодня обсуждали члены правительственной комиссии. Какие меры надо предпринимать, чтобы снизить задолженность муниципалитетов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Предпринимаемые в последние годы меры не принесли результата. Крутое пике продолжается, в долговую яму падают новые потребители. Только за поставляемый газ и ресурсоснабжающие организации недополучили более 2,5 миллиардов рублей. За 4 года с 1 января 2016 по 1 января 2020 год за дозу запоставленный газ выросло с 1 миллиарда 382 миллионов до 2 миллиардов 977 миллионов рублей. Или более двух раз. И только в 2019 году ЮРОС удалось приостановить, обеспечить небольшое погашение. На 1 января 2020 года общая дебюторская задолженность за поставленный потребительный природный газ составила 2 миллиарда 977 миллионов рублей. На связи с Домом правительства муниципалитеты, где долги за газ превышают сотни миллионов. Одной из причин главы администрации районов называют плохую платежную дисциплину. Имеются такие долги у населения, которые уже невозможно взыскать. Это у нас порядка миллион 375 тысяч. Это в основном-то долг создался за счет неблагополучных семей, неработающих граждан, малоимущие семьи не могут оплачивать за тепло. Но тем не менее цена соответственности не снимается. Проблемы Шумерли, которые приводят к росту задолженности, тоже старые. Это изношенные тепловые сети и котельные, выработавшие свой ресурс. Здесь мы рассчитываем только на бюджет, но пока, к сожалению, нас бюджет не позволяет заложить эти расходы. В основном у нас эти убытки получились из-за того, что котельные, вот эти три, которые были очень убыточные, они и дали такие убытки. Чтобы выйти на безубыточную работу, необходимо модернизировать тепловые сети. Олег Николаев поручил ускорить подготовку инвестиционной программы. Кого мы в качестве партнеров можем привлечь и, соответственно, посмотреть сроки реализации. У нас задача должна, мы там в отопительный сезон, мы должны ситуацию изменить. Иначе просто это будет вот та же самая картина. С решением этого вопроса надо выйти. В течение какого срока мы сможем, Александр Валерьевич, этот вопрос отработать? Три недели хватит? Две недели, я думаю, отработаем. Ну, давайте три недели поставим, это реальный срок, я считаю, три недели. Еще одна задача, поставленная перед местными властями в Рио главы региона, согласовать графики погашения задолженности. Если муниципалитеты будут выполнять взятые на себя обязательства, то в «Газпроме» готовы отозвать исполнительные производства и судов. Чтобы наши коллеги, поставщики ресурсов и газа, и электроэнергии понимали, как будет, значит, развиваться ситуация, могли иметь, исходя из выработанного плана, возможность контролировать, как оно реализовывается. Если мы с вами зафиксировали протоколом и за подписью высшего должностного лица региона и представителя администрации президента, то мы с вами должны последовательно работать, чтобы эти решения реализовывались. За растущие долги главы муниципалитетов будут держать персональный ответ, отметил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Продолжение следует...